МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но пострадавшие жители Атики обвиняют власти в бездействии. И если одни склонны верить в происки зломышленников, то другие уверены, что в Афинах таким образом пытаются отвлечь внимание людей, даже не извинившись за столь страшные последствия. Я так не думаю. Мы уже и в прошлые разы слыхали такие версии, поэтому я больше в них не поверю. Это была просто неудача, совпадение. Но поджог вряд ли. Вот что я думаю. Выжившие жители деревни Мати, которая наиболее пострадала от разрушительного огня, не надеются отстроить жилище и рассчитывают на скорые компенсации. Мне сказали, что для жизни он больше не пригоден, а у меня нет денег, чтобы его восстановить. Не знаю, что мне делать теперь. У меня нет другого дома. Мне 73 года, и это единственное имущество, которое мне удалось нажить за 48 лет честной работы. Вместе с тем в правительстве не исключают и того, что распространение огня произошло из-за ошибочных действий пожарной охраны и полиции. Хотя пеняет все-таки на экстремально сильный ветер, дувший в очень жаркую погоду. А вот министр обороны страны в многочисленных жертвах винит незаконные постройки. Именно они перегородили все побережье Атики, помешав своевременной эвакуации. Лесные пожары уже и в Германии. Всю ночь спасатели Бранденбурга боролись с крупным возгоранием около городка Фихтенвальда, что юго-западнее Берлина. И к утру все-таки взяли его под контроль. Огонь охватил больше сотни гектаров сосновых лесов. Накануне власти призвали население приготовиться к эвакуации, однако удалось остановить быстрое распространение пламени, и людям разрешили остаться на ночь в своих домах. В операции по тушению огня задействованы около 200 пожарных. Им помогает полицейский вертолет. Из-за чрезвычайной ситуации на автобанах на подъезде к Подсдаму возникли многокилометровые пробки. Некоторые отрезки трасс были полностью перекрыты, чтобы избежать аварии из-за дыма и дать дорогу спецтранспорту. Кроме того, угрозу представляют неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой, которыми усыпаны здешние леса. По словам спасателей, из лесу часто слышатся небольшие взрывы. В сосновых лесах Бранденбурга из-за длительной засухи угроза лесных пожаров особенно велика. Земельные власти объявили высшую степень опасности, однако помощи пожарных из других земель пока не запрашивали. В работе задействованы пожарные команды из различных районов. Они чередуются. По такой же схеме мы будем работать сегодня ночью и завтра с утра. Полагая, что ветер не усилится чрезмерно, и при поддержке вертолета Бундесвера ситуация останется под контролем. А в Швеции для тушения лесных пожаров применили бомбы с лазерным наведением. Их сбросили с истребителей, когда огонь стал подбираться городу Элифдален. Такой способ предложили военные. Взрывная волна помогла сдержать пламя, так как удалила кислород в воздухе на близлежащей территории. Удар бомбы с трехкилометровой высоты погасил пламя в радиусе до 100 метров от места ее падения. В Тюрингии разыскивают преступника, взявшего заложницу. Драма в Эрфурте разыгралась в среду. 41-летний литовец похитил бывшую подругу и убегая тяжело ранил прохожего. По информации полиции, мужчина проник в квартиру своей экспасии и силой увел женщину. По пути он ударил ножом молодого человека, бросил пострадавшего на улице и скрылся с заложницей. Сотни полицейских обыскивают город, проверяют автобаны, в поисковой операции задействованы вертолеты и обученные собаки. Известно, что у похитителя длинные черные волосы, он был одет в бирюзовую футболку и бежевые шорты. Полиция предупреждает, что мужчина может быть вооружен и особо опасен. Силовики благодарят местных жителей за поступающие наводки, которые, однако, пока не вывели наслед беглеца. В поездах Германии все чаще орудуют преступные банды. Не исключено, что речь идет об одной организованной группировке. Такое предупреждение для пассажиров Deutsche Bahn выпустила федеральная полиция. Чаще всего жертвами воров становятся пассажиры поездов дальнего следования. С весны этого года в полицию уже обратились 130 пострадавших, большинство из них жители Берлина. Свой ущерба не оценили в общей сложности в 100 тысяч евро. Больше всего краж происходит между станциями Шпандао и главным железнодорожным вокзалом Берлина, говорится в заявлении силовиков. Методы преступников каждый раз отличаются. Некоторые из них ходят по вагонам, отвлекая внимание и воруя сумки. Другие втираются в доверие пожилых людей и обманом выманивают у них деньги. Десятки мигрантов высадились на испанский пляж и разбежались во все стороны. Все это произошло на глазах отдыхающих на побережье у городка Тарифа. Надувная резиновая лодка, на борту которой находились более 30 нелегалов, удирала от полицейского катера. Выходцы из Африки пересекли Гибралтарский пролив, самый короткий водный путь из Марокко в Испанию. За несколько метров от берега они поснимали свои спасательные жилеты и бросились в рассыпную по окрестным дюнам и лесам. В последние месяцы Испания стала главным перевалочным пунктом на пути мигрантов, следующих в Европу из Африки и Ближнего Востока. Это произошло после того, как Италия закрыла для них свои гавани. Между тем, по данным ООН, в общей сложности полторы тысячи мигрантов погибли в Средиземном море за последние пять лет. Причем маршрут между Ливией и Италией самый смертоносный. Там погибает один из девятнадцати нелегалов. Пакистан избрал новый парламент, эти выборы вторые за более чем 70 лет. И хотя официальных результатов пока нет, по предварительным данным лидирует партия бывшей звезды Крикета Имрана Хана. Он уже объявил о победе и пообещал навести порядок с налогами, сократить государственные расходы и нормализовать отношения США. «Я благодарю Бога за 22-летнюю битву, которую я начал еще в 1996 году. Сегодня он дал мне то, о чем я мечтал. Он дал мне Пакистан. Я получил возможность действовать, и я ею обязательно воспользуюсь». Парламентские выборы в Пакистане прошли в среду в напряженной обстановке. В день голосования в результате теракта исламского государства погибли больше 30 человек. А за несколько недель до этого по обвинению в коррупции были арестованы бывший премьер-министр и его дочь. Имрану Хану 65 лет. Образование он получил в британском Оксфорде. Сборную Пакистана по крикету спортсмен возглавлял более 10 лет. Резня на западном берегу Иордана. Вооруженный ножом палестинец в ночь на четверг ворвался в дом еврейского поселения. Ранил трех человек. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили правоохранители. После этого подразделения израильской армии вошли в его деревню, блокируя дороги и обыскивая дома. После нападения в поселение Адама между Иерусалимом и городом Рамалах мы провели ночь в районе деревни Каубер, откуда пришел террорист. В рамках этой деятельности мы обыскали его дом и провели аресты. Мы продолжим обеспечивать безопасность гражданских лиц. Ситуация в зоне Палестины израильского противостояния обострилась в мае. Тогда по меньшей мере 140 палестинцев были убиты в секторе Газа во время демонстрации на границе приуроченных годовщине Интифады. Израиль говорит, что Хамас использует эти протесты в качестве прикрытия атак. Хамас это отрицает. КНДР устала играть в одни ворота. Страна требует объявить об окончании Корейской войны и хотя бы частично снять санкции, которые душат экономику. В Пхеньяне считают, что пошли уже на достаточно уступок и ждут ответных действий. Только так, говорят, готовы продолжить ядерное разоружение. Кроме того, северокорейские власти настаивают на участии в переговорах по этому поводу китайцев, которые традиционно были на их стороне. Между тем, в Южную Корею прибыл самолет со станками 55 американских солдат, погибших во время Корейской войны. Ким Чин Ын пообещал вернуть тела во время встречи с Дональдом Трампом в Сингапуре. Американцы принимали участие в конфликте в составе миротворческих сил ООН. Около 5300 военных из США по-прежнему числятся пропавшими без вести на территории Северной Кореи. Возвращение останков приурочили к 65-й годовщине окончания Корейской войны. Однако мир между двумя странами, разделенными с тех пор 38-й параллелью, так и не был подписан. Самое продолжительное лунное затмение 21 века. В ночь на субботу почти все жители планеты смогут наблюдать уникальное астрономическое явление. Луна, проходя через тень Земли, окрасится в красно-коричневый цвет. Частичное затмение продлится 3 часа и 55 минут, а полное — час и 43 минуты. Луну полностью закроет и, соответственно, окрасит. Она будет видна очень низко, близко к горизонту, с сильным красноватым медным окрасом, который должен быть довольно интенсивным, если все пойдет хорошо. По словам астрономов, самое удобное место для наблюдения за затмением будет вдали от города, где сгрязнение воздуха не будет мешать глазу насладиться зрелищем. А вот астрологи говорят, что традиционное это явление делает людей агрессивнее, так что за несколько дней до затмений и после него стоит максимально избегать конфликтов. Долгожданное открытие. На Марсе нашли воду в жидком состоянии. Ученым удалось обнаружить подземное озеро диаметром около 20 километров на глубине порядка полутора километров под слоем льда. Открытие сделали с помощью специального радара. Он излучает электромагнитные волны и следует отраженный сигнал. Специалисты нашли необычную зону по характеристикам, соответствующие озерам, скрытым во льдах Гренландии и Антарктики. Может ли эта находка быть доказательством жизни на Марсе? Ученые со стопроцентной уверенностью пока утверждать не берутся. Есть все основания полагать, что там сейчас может быть жизнь. Или она сохранилась, если когда-то существовала на Марсе, на его поверхности. К сожалению, наш радар не может дать больше информации. Мы можем только гадать о том, какие условия сложились там, и подходят ли они для жизни. Но наш радар не тот инструмент, который может ответить на этот вопрос. Исследователи считают, что это озеро может быть не единственным, и на Марсе найдут и другие.